Ольга Алие. «Падение с небес». Книга третья. Текст читает Татьяна Виноградова. Пролог. Архария. Дворец Амертара-Дайзе. В кабинете ярко горели светильники. За окном давно глубокая ночь, но светловолосый мужчина и не думал ложиться. Сейчас его голова забита проблемами. За последние два года нападения на молодых драконов участились. И если раньше их полуживыми и наполовину обескровленными оставляли на дорогах, то в последние полгода все чаще находили трупы. Служба безопасности сбилась с ног. Амертар понимал, у него во дворце предатель. Тот, кто заставляет молодняк идти в нужное место. Кто саботирует поиски, направляя их в другое место. Но выйти на него не получалось. Умело скрывался гаденыш. «Это точно кто-то из ближнего круга». От досады мужчина стукнул по столу кулаком. «Но кто? А главное, зачем это надо?» Дверь распахнулась. В нее, поминутно оглядываясь, сколизнул подросток, наследник владыки Дайзе. Удобно устроившись в кресле напротив отца, юноша протянул мелкую книжицу, потрепанную от времени. «Что это?» – удивился его владычество. «Я нашел в запретной секции библиотеки. Никому не говорю, но тебе надо это прочесть», – твердо заявил подросток. Сыну владыка полностью доверял, потому тут же раскрыл первую страницу и с долей скепсиса начал читать. Постепенно его взгляд преображался. Из скептического он становился заинтересованным. Неудивительно, ведь наследник нашел выход из положения. Провести отбор для ведьмы, которая бы подошла драконам. А именно, она должна быть заинтересована в их выживаемости, уважать и беречь. Но самое главное, ее должны принять те из чешуйчатых, кто не имел человеческой ипостаси. Но самый главный критерий – в ней должен быть пророческий дар. С его помощью она может заранее предотвратить беду. После ритуала единения источник наделит девушку видящим оком, сделает ее сильнейшей пророчицей, углубит ее дар. И тогда она сможет увидеть виновного, указать на него. Только это спасет молодняк от истребления. «Ларвин, ты молодец! От души поблагодарил сына Владыка. Завтра с утра прикажу начать подготовку. Главное, никому не проговорись, для чего нам ритуал. Книгу я надежно спрячу. К сожалению, верить я пока никому не могу. Даже твоей жене не говорить? Она будет беспокоиться? Все же куча женщин во дворе», – засомневался парень. При упоминании супруги Владыка не сдержал улыбку. «Нет, малыш, чтобы не подвергать ее опасности, даже ей говорить нельзя. Но я обещаю, побеседую с Зарией. Объясню ей ситуацию в общих чертах», – пообещал отец сыну. Успокоенный подросток отправился спать. А Амертар впервые за долгое время улыбнулся и уверенно покинул кабинет. Решив не откладывать разговор с любимой. Прошло 12 лет. А он, словно мальчишка, до сих пор безумно влюблен в собственную жену. А вот сын ее терпеть не мог. Это и понятно. Когда умерла его первая жена, мальчику было всего три года. Но у драконов память намного лучше. Да и портрет матери Ларвин держал на видном месте. Тем самым давая понять, кроме нее он никого не примет. Да, супруга злилась. Пыталась найти подход, но у нее ничего не вышло. Удивляло другое. Сама она за столько лет так и не смогла родить ему ребенка. Лекаря только руками разводили. По всем показателям она была здорова. Но детей у них не получилось. «Ваше владычество, вы не думали, что она не ваша Кимрато? Ведь только с ней можно иметь детей?» Часто спрашивали у мужчины. Но он отмахивался и утверждал, что она именно та, кто подходит дракону по всем параметрам. Иногда на Амиртара находила. Он начинал сомневаться, что Зария – Кимрато. Потому что его дракон так и не принял избранницу, а ведь должен был. Но он самоустранялся, когда супруги находились вместе. Только ворчал и рычал. Именно это заставляло владыку задумываться. Но стоило увидеть красавицу жену, и все сомнения разом убегали. На него словно находило умопомрачение. И мужчина готов был разорвать любого, кто посмеет сомневаться в их связи. Вот и сейчас он почти бежал к любимой. Зария читала, лежа в кровати. Заметив вошедшего мужа, ее глаза заблестели от предвкушения. Она потянулась, словно кошка, демонстрируя прелести под тонкой прозрачной сорочкой. И как бы ни хотелось прямо сейчас ощутить все это великолепие в руках, но владыка сдержался. Вздохнув, сел на край кровати. «Милая, нам необходимо поговорить», — начал он, подбирая слова. «Когда ты так начинаешь, я боюсь», — заявила красавица с грацией хищницы, приближаясь к супругу. «Но я слушаю тебя. Ты ведь слышала о ситуации с молодняком?» Женщина кивнула. «Я знаю, как решить этот вопрос. Нам нужна ведьма. Когда-то давно у моих предков всегда была своя пророчица. Архария не просто процветала. Она была сильнейшей империей. Традицию прервала еще моя бабушка, приревновав ведьму к супругу, хотя прекрасно знала, он не может ей изменить. Вот с того времени и начались напасти. Сейчас зло достигло критической точки, и я решил возродить традицию. Проведу отбор на самую сильную ведьму. Как ты к этому отнесешься?» Зария раздумывала всего мгновения. На ее губах блуждала чарующая улыбка. Обняв супруга, женщина уверенно заявила, «Ты у меня самый умный владыка. Я, конечно, буду немножко ревновать, но меня будет греть уверенность. Ты только мой. Изменить мне не сможешь. И как бы ведьмы не изощрялись, у них ничего не получится, а я, в свою очередь, помогу выбрать достойную. Я знал, что ты у меня не только красивая, но и мудрая», — обрадовался владыка, притягивая к себе такое желанное тело любимой. Дальше им стало не до разговоров. Их захватила страсть. Амертар несколько раз убеждал супругу в своих искренних чувствах, а она принимала ласки и дарила в ответ свои. Рано утром, встав с прекрасным настроением, владыка развил бурную деятельность. С помощью оракула и своих помощников отыскали тех, кто подходит по силе и по дару. Составили список. В разные уголки страны полетели приглашения с самым сильным ведьмом. Доверенные драконы придумывали план отбора, способные выявить сильнейшую из возможных ведьм. А еще через неделю во дворец стали съезжаться женщины от 18 до 25 лет. Раннее утро. В небольшой городок на севере Архарии наконец-то пришла весна. Снег сходил, образуя грязные лужи. Как не хотелось Велре остаться дома, но ей предстояло отнести срочный заказ. За него обещали хорошо заплатить, кутаясь в прохудившуюся накидку, подбитую потрепанным мехом. Девушка бежала к нужному особняку, едва удерживая равновесие. Сегодня ей исполнялось 19 лет. Своих родителей она никогда не знала. Ее вырастил Ковен. А как только юная ведьма достигла 18, ее отправили на вольные хлеба. Теперь каждый месяц ей надлежало отчислять в Ковен по три стрена. Золотые монеты, порой составляющие ее месячный заработок. Такая несправедливость девушку возмущала. Еще бы, как помочь устроиться или обосноваться на хорошем месте, так это сами. А как бежать за положенным отчислением, так они первые. Всех все устраивало, но юную ведьмочку бесила такая несправедливость. Полгода после Ковенского пансиона она искала работу и наотрез отказалась платить. Еще и пригрозила, что покинет империю и уедет туда, где нет таких грабительских пошлин. И сама не поняла, почему ей пошли на уступки. Дали возможность создать собственную мастерскую, если так можно назвать, небольшую ветхую коморку, где девушка обосновалась. Зелья у нее получались отменные. А вот с ингредиентами как раз и помогли ведьмы из Ковена. Они же порой подкидывали ей заказы, но и стали требовать положенную плату. Вот уже почти месяц юная ведьмочка сидела без работы. Естественно, ее деньги закончились. Она перебивалась с хлеба на воду. А день пошлины приближался. И чем платить, она понятия не имела. Неделю назад к ней заявилась закутанная в плач фигура. Не поймешь, то ли мужчина, то ли женщина. Протянула листок с написанным на нем зельем. Первым порывом Велоры было отказаться, ведь зелье подавления воли запрещено. Но сумма в пять стрен пересилила моральную сторону вопроса. Нет, она не настолько беспринципная. Для себя решила выполнить заказ, но сделать совсем небольшую концентрацию. Много думая, взвешивая все за и против, она, скрипя сердце, все же согласилась на свои условия. В душе бушевала буря. Она то и дело сомневалась, стоит ли отдавать опасную вещь. Несколько раз замедляла шаг и собиралась повернуть обратно. Но тут же вспыхивала мысль о скорой выплате пошлины Ковину. Можно было попросить отсрочку, а то и вовсе сообщить об отсутствии заказов. Но в этом случае должников забирают в самое настоящее рабство. И хорошо, если просто заставят зелье варить. А то ведь были случаи, когда должницу отдавали лорду, если он за нее хорошо платил. Но такое возможно только с теми, кого вырастил Ковин, у кого нет семьи. Велра как раз из таких. А значит, ей просто нельзя попадать в рабство ведьмам. Фантазия у них извращенная. Наконец, девушка окончательно определилась со своими мыслями. В данный момент она как раз бежала, чтобы отдать заказ. На мгновение юная ведьма позволила себе помечтать о том, как она отметит свой день рождения на эти деньги. Улыбка появилась на ее лице и пропала. Все же в очередной раз сомнения в правильности начали одолевать ее со страшной силой. Шаг замедлился, впереди уже показались ворота нужного дома. И тут над головой вспыхнуло послание. Отмахнуться от печати владыки она себе позволить не могла. Так и застыла посреди улицы. Отсрочка отдачи заказа порадовала. Она распечатала конверт и едва не потеряла сознание от переизбытка чувств. Ведь это решало ее проблемы. Служба владыки приветствует ведьму Велру Нарве. Спешим сообщить, вы приглашены на отбор ведьмы для семьи владыки. Досточтимый Амертар Дайзе решил возродить древние традиции. По прочтению вступайте в портал, вещи вам не понадобятся, все необходимое вас уже будет ждать в ваших покоях. Велра и сообразить ничего не успела, как перед ней вспыхнул означенный портал. Бросив последний взгляд на особняк, до которого она так и не дошла, ведьма с радостью ступила в открывшийся проход. Ее совесть блаженно вздохнула. Вот теперь все правильно. Для чего бы не предназначалось страшное зелье, теперь оно никому не навредит, а сама девушка как минимум на месяц избавится от заказчика. И самое главное, не попадет в кабалу к ведьмам, ведь послание из дворца это веский повод не платить пошлину. Зато после отбора у нее будут все шансы начать новую жизнь. В победу юная именинница не верила, ведь наверняка рядом будут другие, более опытные и сильные ведьмы, которые справятся со всеми испытаниями. Но Велра не отчаивалась. Все ее существо кричало о том, что начинается новый этап в ее жизни. И она готова окунуться в приключения с головой. А там, если повезет, она сможет найти для себя достойную работу. Драконы всегда были щедрыми и богатыми. Кому-нибудь обязательно понадобится ведьма, раз уж сам владыка решил возродить древние традиции. Раньше во многих драконьих родах имелась собственная ведьма. Зелье сварить, недомогание убрать, беду отвадить. Это после ревности недалекой владычицы из-за собственных амбиций, приведшую империю к упадку, и остальные семьи отказались от ведьм. Но сейчас все должно вернуться на круги своя. Что-то подсказывало Велрия, многие найдут во дворце, если не счастье, то работу. А уж она постарается дойти до финала или продержаться хотя бы 3-4 этапа. Тогда уже можно рассчитывать на хорошее место. В портале ее посетило видение «Огромный черный красавец дракон с умными глазами». И она рядом с ним. Было еще что-то, но рассмотреть девушка не смогла. Ее вынесло в коридор, где уже находилось несколько молодых девчонок. Судя по одежде, длинные серые платья и передники это были служанки. В тот момент девушка и предположить не могла, насколько смертельно опасным окажется отбор на владыческую ведьму, сколько жизней он перевернет. И первая опасность подстерегала девушку прямо на пороге комнаты, куда ее проводила служанка перед встречей с остальными, ни разу не скривившись при виде довольно убогого наряда пришедшей. Стоило Веларе открыть дверь, как реакция поразила саму девчонку. Она шарахнулась в сторону, успев оттолкнуть служанку. Мимо нее пронеслось черное проклятие, ударилось в стену и в ней же растворилось. Обе побледнели. И если Велара устояла на ногах, то сопровождающая мгновенно осела на пол и потеряла сознание. «Добро пожаловать на отбор!» прошептала участница, прислонившись к стене. Сердце стучало так, словно готовилось выпрыгнуть из груди. Страх накатывал волнами и тут же проходил. Чего ведьма и сама от себя не ожидала. Она размышляла, что ей делать, оставаться на месте или все же войти в комнату. Ни к чему толком не пришла и уже собиралась спускаться вниз, чтобы найти хоть кого-нибудь, как в следующее мгновение открылся портал. Из него выскочили трое. Одним из них оказался сам владыка, а у Вилры даже сил не осталось на реверанс. Что здесь произошло? Я ощутил черную магию. Грозно осведомился дракон. На двери висело черное проклятие. Сработала моя интуиция, я успела уклониться и оттолкнуть девушку. Оно впиталось в стену, можете проверить. Вилру трясло, но она стойко держалась, уверенно говорила, не прятала взгляд. Двое помощников уже исследовали стену. Когда они кивнули, подтверждая слова гостей, лицо омертарра побледнело. Он стиснул кулаки. Кто-то решил сорвать отбор еще на подготовительном этапе. Но я не позволю ему навредить ведьмам. Установить на каждую комнату защиту. Отследить ауру сотворившего проклятия. Госпожа Велра, приношу свои извинения. Вам возместят неудобства. Думаю, 30 стренов хватит. От подобной суммы у девушки захватила дух. Но она постаралась скрыть свою радость. Просто робко кивнула и поблагодарила владыку, все же присев в положенном реверансе. Мужчины ушли, забрав служанку и пообещав прислать другую. Сама Велра вошла в комнату в размере превышающую ее квартирку, где она жила последние два года. Только сейчас пришло осознание. Ее назвали по имени. Неужели дракон знает в лицо всех ведьм, которых пригласили? Немыслимо. Девчонка искренне восхитилась. Вот что значит правитель. Она отвлеклась и стала осматриваться. В глаза бросились две двери, расположенных одна напротив другой. Сейчас гостья любовалась мягким диваном возле стены с большим книжным шкафом. Мягкие кресла стояли чуть поодаль. Возле окна располагался массивный стол с прочими принадлежностями. На полу мягкий пушистый ковер, стены обитые светлой тисненой тканью. Одна дверь вела в спальню. Робка заглянув туда, не смело вошла. На кровати лежало синее длинное платье. Без особых изысков, и с дорогой тканью она порадовала девушку. Кровать удивила размерами, балдахином и мягкими красками пастельных тонов. Ведьмочка никогда не знавшая комфорта ощутила себя самой настоящей принцессой. На ее губах появилась довольная улыбка. Даже если не выиграю, но зато узнаю, каково это, жить в комфорте и на всем готовом. Пусть ненадолго, но у меня не будет болеть голова о деньгах и заказах, произнесла вслух, упав на кровать и раскинув руки. Ей здесь определенно нравилось. Для себя она решила задержаться как можно дольше, чтобы в полной мере насладиться комфортом. Наверняка здесь еще и кормят вкусно. Она никогда не знала, как это есть досыто и не экономить. Лежать ей было хорошо, но любопытство пересилило. К тому же новое платье так и манило, а для этого надо найти душевую и хорошо вымыться, а потом уже надевать на себя эту красоту. Встав, бросила еще один взгляд на кровать. Ее грела мысль, что уже ночью она сможет ощутить всю прелесть и мягкость кровати и перины на ней. А после детального осмотра покоев, состоящих из спальни, гостиной и душевой комнаты с санузлом, и вовсе пришла в восторг, решив первым делом искупаться. Не надевать же такую красоту на грязное тело. В ванной, по размерам больше похожей на небольшой бассейн, она сперва изучила баночки с содержимым, после чего, набрав воды с помощью лежащего здесь же нагревательного кристалла, окунулась и прикрыла глаза, наслаждаясь роскошью. Здесь она провела около часа, сперва нежась в пене, потом несколько раз намыливая тело и волосы чудесным содержимым баночек. Вышла из ванной обновленная, переоделась и сама себя не узнала, от прошлой заморашки не осталось и следа, светлые волосы красивыми волнами струились за спиной, зеленые глаза блестели от предвкушения, тонкий стан подчеркнуло приталенное платье с расклешенными рукавами. Неизвестно, сколько бы она любовалась собой, но в комнату скользнула еще одна девушка, видимо, присланная на замену прошлой служанке. Сделав книгсен, она собралась забрать старую одежду в чистку, когда Велра вспомнила о содержимом кармана. Метнувшись к плащу, вытащила небольшой пузырек, решив избавиться от содержимого в самое ближайшее время. Но сделать этого не успела. Дверь в очередной раз распахнулась, и на пороге появилась статная и весьма привлекательная темноволосая драконница. Спутать эту расу невозможно ни с одной другой. Приветствую на отборе его владычества. Прошу следовать за мной для общего знакомства с гостями и участницами. Ее голос оказался весьма приятный. Сама она тоже излучала доброжелательность. И Велра охотно отправилась за ней, предварительно засунув флакон с зельем в один из шкафчиков стола. Идти далеко не пришлось. Стоило спуститься на первый этаж, как сразу послышался гомон из распахнутых настежь дверей большого украшенного иллюзиями зала. Сопровождающая указала на нишу, где уже ожидали другие девушки. Велра насчитала 20 ведьм. Она 21-я. Возраст в основном у всех 18-20 лет. Старше никого не обнаружила. Странно, такое значимое событие, а пригласили в основном неопытный молодняк. Почему? Подумать над этим Велра не успела. Распорядительница начала называть имена участниц, и та кого назвали, шествовала в зал. Велру назвали последней. Она жутко волновалась, но смогла взять себя в руки и войти с гордо поднятой головой. От количества народа, рассматривающего ее, она едва не споткнулась, но смогла дойти до остальных, расположившихся напротив владыки и его супруги. За спиной Амертара стоял подросток лет 15-ти. Судя по схожести наследник, владычица поражала красотой. Она будто сияла вся, ослепляя и немного подавляя. Стоило Велре занять свое место, как ведьмы разом присели в реверансе, приветствуя правителя и его семью. и тут же им прилетело задание, произнесенное голосом драконицы сопровождающей. Сейчас каждая из вас коснется ее владычества и попытается увидеть хоть одно событие из прошлого. Можно применить свой дар, если он не нанесет ущерба прекрасной Зарии. Ведьмы испугались. Мало того, что касаться членов правящих семей запрещено, так им еще предлагали подсмотреть личное и сокрытое. Так нельзя. Не успела Велра высказаться, как первая из ведьм шагнула вперед и слегка коснулась ее владычества. Летела она высоко, но недолго. Ударившись о стену, затихла. Следующая участница с опаской подходила к Зарии, а потом не выдержала. Прошу прощения ваше владычество, но я не смею вас касаться. Это запрещено. Окопаться в тайнах монарших особой вовсе грозит смертной казнью. Ни единая эмоция на лице женщин не показала, насколько они обрадованы или разочарованы словами ведьмы. Но прогонять девушку не стали. Вместо этого драконница махнула в правую сторону от трона. Можешь подождать там, как только остальные пройдут испытания. Будет озвучено решение по такому своеволию. Еще двоих откинуло к стене, когда они попытались коснуться владычицы. Остальные даже рисковать не стали, присоединившись к первой, отказавшейся проходить подобные испытания. Велра оказалась среди них. Девушки даже говорить ничего не стали. Молча прошли мимо монаршей четы и присоединились к тем, кто стоял у правой стены. За ними наблюдали бесстрастно, пока последняя из девушек не встала у стены. Удивили улыбки на губах обеих женщин. Гости так и вовсе затаили дыхание. Амертар с интересом наблюдал за супругой и ее помощницей. Ведьмы мужчину не интересовали. Каждый видел, насколько он без ума от супруги. Он смотрел только на нее. Ему никто больше не нужен. Что ж, с первым этапом справились восемнадцать ведьм. Трое выбывают. Они предпочли нарушить закон, лишь бы выполнить требуемое. Иногда стоит подумать, а не действовать. Подвох может крыться во всем, даже в невинной на первый взгляд беседе. Не забывайте этого. А сейчас начнем знакомство заново. Меня зовут Амелина. Ко мне можно и нужно обращаться в случае любых затруднений. За вами будет пристально наблюдать наш гарсовер. Такой выделен каждой ведьме. С его помощью за жизнью и прохождением испытаний будет следить вся архария. Наш народ имеет право голосовать за особо понравившуюся ведьму, не забывая при этом указывать, чем именно она привлекла. Завтра день отдыха, знакомство со дворцом, а послезавтра следующее испытание. Да откроется бал! Не забывайте, с этого мгновения вы под прицелом множества глаз. Начались танцы. Ведьм приглашали, расспрашивали о жизни, о даре, интересовались личным. Кто-то откровенно рассказывал о себе, кто-то сохранял интригу. А Велра предпочла сообщить полуправду. О своем сиротстве она скрывать не стала, но и говорить больше необходимого не посчитала нужным. Все непристойные предложения обрубила на корню. Да, ей предлагали покровительство, содержание и безбедную жизнь. Она отказалась, сообщив, что ждет своего единственного. Надо отдать должное драконам, настаивать никто не стал. Но предложений становилось все больше, и не только ей. Велра заметила, как вспыхивали и едва сдерживали себя другие участницы. Многие с трудом дождались окончания праздника. Стоило монаршей чете покинуть зал, как участницы тут же обратились к Амелине с просьбой отправиться отдыхать. Всем тут же предоставили служанок. Еще через несколько минут Велра была у себя. С наслаждением искупалась и забралась в кровать. Как она и думала, мягкая перина, легкое одеяло. Сон одолел девушку, когда она только успела коснуться подушки. И какая бы уставшая и измотанная ни была, но проснулась с первыми лучами солнца. Открыв окно, вдохнула запах свежести. Здесь, на другом конце Архарии, климат оказался более мягким. Весна уже вовсю вступила в свои права. В небе летали драконы. Недалеко ведьмочка заметила загон. Как оказалось, большая часть территории отводилась под подобные загоны для разумных драконов, не имеющих человеческую ипостась. К ним Велру потянула со страшной силой. Отказываться не стала, прекрасно зная, что именно так зачастую проявляется ее дар. Сопротивляться никогда и не пыталась, в этом случае ее будет крутить и ломать, а значит, лучше подчиниться и проверить, куда ее так нестерпимо тянет. Вдруг кому-то нужна помощь. С раннего детства маленькая ведьмочка видела образы, показывающие, что делать, куда стоит ходить, от чего лучше отказаться. Ее интуиция подсказывала, об этом ведьмам говорить нельзя. Почему? Она и сама не знала, но тайну тщательно оберегала. Чем старше становилась, тем хаотичнее вел себя ее дар. То сразу несколько видений показывал, а то молчал месяцами. Вызвать его по собственному желанию у девочки не получалось ни разу. Он сам выбирал моменты, когда желал показать будущее или предупредить об опасности. Ей, как и любой другой девушке, хотелось многое знать наперед. Она даже медитировала, призывала дар, пытаясь его развить, но он не поддавался. А потом она и вовсе махнула рукой, пусть все будет как есть. Наскоро одевшись, правда в другое платье, хотя тоже синего цвета, она не стала терять время и спрыгнула прямо из окна. Подумаешь, второй этаж, времени искать выход у нее просто не было. Надо торопиться, а значит можно напрямик. Это не расстояние для той, кто часто играет с воздухом. Вот и сейчас ее ловко подхватил ветерок и бережно поставил на землю. Спасибо, шепнула благодарность стихии и побежала в сторону загона. Чем ближе подходила, тем ощутимее становилась тревога. Там явно что-то творилось. И Велре это не нравилось. Страшная и смертельная опасность. Ведьму охватил ужас. Ноги будто приросли к земле. Умом она понимала, надо двинуться, узнать, что там. Вдруг она еще сможет спасти. Кого? Впрочем, не важно. Навстречу ей выскочил маленький дракончик синего цвета, заставив девушку вздрогнуть от неожиданности. Сразу запрыгнул на руки и попытался спрятать голову на груди. Она машинально прижала его к себе, застыв на месте, а, ощутив враждебную магию, напряглась. Ее собственная сила отозвалась внутри надрывно. Она стремилась наружу, чтобы помочь, спасти, если еще было кого. Малыш, подожди пока в безопасном месте. Я должна попытаться спасти, прошептала девушка, поставив дракончика на землю. Тот кивнул и, переваливаясь лапы на лапу, отошел подальше, то и дело оборачиваясь. А Велра смело шагнула туда, откуда веяло запретной магией, заставляющей драконов сходить с ума. По-хорошему, ей стоило позвать хоть кого-то на помощь, но рядом ни одной живой души. Еще бы, раннее обижать, она осознавала, не успеет. Остается только один вариант, пытаться самой предотвратить трагедию. У нее оставалась надежда, что, как и в прошлый раз, владыка почувствует опасность и придет. Только эта надежда решила все. Велра шагнула вперед. Она явилась вовремя. Небольшая черная клякса только начала расползаться, заставляя зверей нервничать, пока не коснулась ни одного дракона. Но это дело времени. Не став ждать трагедии, ведьмочка взмахнула руками, призывая магию жизни и воздуха. Только эти две стихии способны развеять и уничтожить опасную гадость. Драконы нервничали, черная клякса не желала уменьшаться, силы девушки таяли. Она понимала, не справиться. Но и оставить драконов, сходить с ума не могла. Последний рывок, в который она вложила огромную прорву сил, выплескивая на кляксу, у нее, кажется, получилось. Вот только девчонка и предположить не могла, что для уничтожения подобной гадости потребуется еще и ее жизненная сила. Теряя сознание, она не заметила, как открылся портал, и ее безвольное тело упало на руки разгневанному, но вместе с тем обеспокоенному мужчине, который услышал зов драконов. Но опоздал, так как его немного задержала любимая. Эта задержка стоила жизни одной из участниц отбора. Или у нее есть шанс. Это и предстояло выяснить в самое ближайшее время. Продолжение следует...